Я тут вовсю занимаюсь маникюром. Я сняла старое покрытие, которое делала практически две недели назад. Я сейчас пока сижу на обычном лаке, но думаю, что в июне я снова себе сделаю гель-лак. Как раз-таки перед отпуском. А пока делаю себе именно обычный лак. Пока вот такой промежуточный этап. Это я нанесла все в один слой. Не очень мне понравились вот эти вот лаки, которые я использовала. Я даже хотела все стереть, но потом решила, что нет. Это раз я нанесла, то буду так ходить какое-то время. Вот этот телесно-пудровый цвет, очень даже такой необычный, прям под цвет кожи, можно сказать. Это получается вот такой вот лак Pink Up. Тут у нас написано «Лак для ногтей. Лимитированная коллекция. Тон 12». Когда я покупала этот лак, я не видела на ценнике, чтобы было написано, что это матовый лак. Потому что матовые лаки я обычно не покупаю. Мне они не особо нравятся. Я больше предпочитаю глянцевые лаки. Но этого в магазине указано не было, иначе я бы не взяла. А оказался матовый лак. Цвет приятный. Ну, думаю, ладно. Я, скорее всего, поверх вот этого лака нанесу и как раз-таки протестирую вот такой вот топ от Masura. Это такая светоотражалка. Боже, как это красиво переливается, как красиво сверкает. Просто глаз не оторвать. Как раз купила, еще не тестировала. И вот посмотрим, как это будет вообще смотреться. Потом хотела я нанести вот такой вот лак. Оказалось, что это обычные блестки. Я думала, что будет именно розовая подложка. Но нет, это просто розовые блестки. Я предварительно нанесла этот лак на промашку. Ну и вот так вот смотрится. То есть просто обычное покрытие, которое также можно смело нанести поверх вот этого основного лака. Вот чем мне не нравятся матовые лаки, тем, что они вот так вот как-то неравномерно ложатся на ногтевую пластину. Либо ногтевая пластина, может быть, не особо ровная. Поэтому такие вот танцы с бубнами мне не нравятся. А вот этот белый лак просто отвратительный. Просто ужасный. Вот такой. Тоже из этой линейки. BB лак для ногтей номер 20. Он такой белый, но у него просто отвратительная кисточка, которая просто не хочет красить ногти. Очень проблематично прокрашивать вот здесь вокруг кутикулы. Ужасно лак ложится. Он очень густой, наносится тонким слоем. Если вы выравниваете, то он потом начинает полосить, размазываться по ногтю. Просто выглядит как клей. Мне вообще не понравился. Просто ужасный. Поэтому не знаю. Второй раз я его красить не буду. Может быть, я его использую в качестве стемпинга. Если, конечно, в этом направлении будет работать. Ну, а так посмотрим. Дадим ему еще один шанс. Кутикулу я обрабатываю моим любимым средством от Faberlic. Просто обожаю это средство. Перепробовала тоже много разных средств для кутикулы. Но все они плохо работают. А вот это средство работает действительно на уровне салли Хэнсон. Тот же самый синий ремовер. Они прям очень даже похожи вместе. И работают просто вот одинаково. Один в один. Идеально убирает кутикулу. Все прекрасно очищает. Кутикулу смягчает очень быстро. За две минуты. Обожаю. Надо вот купить еще. То мало ли снимут с производства. И потом будет уже, конечно же, не купить. Потом база у меня вот такая вот. Это Faberlic Halial. Вообще это топ и база. Как топ мне не нравится. Долго сохнет. Пузырится. И, в общем, отпечатывается потом. А как база самое то. Вот. Наношу перед любым лаком. И быстро высыхает. И, скорее всего, я сейчас приклею еще вот такой вот слайдер. Хочется чего-то такого красивого. Поверх вот этого белого лака. Потому что он, мне кажется, либо будет полосить, если я сейчас нанесу второй слой. Либо он просто будет везде отпечатываться. Потому что вот по бокам получились довольно толстые слои. Поэтому, чтобы как-то это все скрыть, сделаю вот такой вот слайдер с поцелуйчиками. Я иду на работу. Сегодня такая же шикарная погода. Плюс 25. Будет днем прям тепло-тепло. Сделала я вчера маникюр. Но мне не понравился результат. На самом деле, получилась вообще какая-то фигня. Вот эти слайдеры, они вообще к этому маникюру не подходят. Да и, в принципе, белый цвет. И мы приехали в Пушкин. Сходили уже к Екатерининскому дворцу. Экскурсию брать не стали. Потому что мы в прошлом году, получается, 20 июня сюда приезжали. И уже были на этой экскурсии. Смотрели янтарную комнату. Ну, как-то второй раз уже не хочется, на самом деле, идти на эту экскурсию. А вот погулять в парке – это всегда пожалуйста. Очень классно. Еще здорово, что не так много людей. Потому как в прошлом году, когда мы были в конце июня, тут был такой огромный наплыв туристов, столько людей. А сейчас вообще парк, можно сказать, практически пустует. Экскурсии, кстати, тоже не так много людей. Гуляем, наслаждаемся природой. Я в куртке, потому что мне чуть-чуть прохладно. Хотя сегодня плюс 22. Но когда заходишь в парковую зону, ветер такой прохладный. И, в общем, мне становится холодно. Поэтому взяла такую куртку. На следующей неделе в Питере будет жара. Плюс 26-27 целую неделю. В общем, класс. Люблю такую погоду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как это я вообще лохматая Вчера легла с такой сырой головой И сегодня волосы немножечко взъярушены Ну да ладно, на улице очень жарко, у меня лицо опять все блестит, сейчас буду припудриваться. Где-то 22, но ужасная духота, в кабинетах тоже очень душно, и не знаю, просто хочется с себя все снять. Я сейчас заходила в магазин, как-то кушать особо ничего не хочется, потому что жарко, но вроде бы что-то перекусить и надо. Поэтому я купила себе от Рост Агрокомплекс вот такой брауни с грецким орехом, карамелью. Первый раз буду пробовать, на маникюр не смотрите, его надо переделывать, он у меня вообще весь облез. И вот такой вот йогурт, прям йогурта захотелось, Эпика с манго, такой я еще не брала. Очень необычно, но это реально бисквит. Я иду со стоматолога, у меня еще тут вся такая онеевшая часть. Пришла в магазин, который называется Ости Дисконт, тут классные есть скидки, и вот я набрала кое-какую кучку вещей, сейчас будем мерить. Короче, я сейчас вам покажу цену, вот например, вот такая вот футболка с коротким рукавом, вот ее цена. Еще вот такая вот футболка, она вообще стоит 149. Буду мерить в такой купальник, смотрите сколько он стоит, 190 грн, вообще супер цена. Надеюсь, он на меня сядет. И к купальнику вот такие трусики, 199, то есть 199 и 199. Короче говоря, купальник за 400 рублей, вообще супер. Еще взяла померить в такую вот румашку. Это тоже Ости, вот такая цена со скидкой. И дальше понравился вот такой мне свитшот, но не сказать, что прям супер бюджетно стоит, вот, но скидка тоже на него есть. Вот, 1599. Такой беленький, красивый. И еще вот такое платье, по-моему, я его мерила прошлым летом. По бокам такие интересные у него резиночки синего цвета. И тоже сейчас оно по скидке. Я взяла 44 размер, потому что это S, потому что в XS я точно не влезу. Огромный свитшот, я в нем как огромный белый медведь. Но цвет красивый. Можно нормально, спокойно поесть. Потому что у нас на работе нет вот именно большого перерыва, как бывает в некоторых учебных заведениях, где, допустим, большая перемена может длиться 40 минут. У нас такого нет. То есть у нас перемены 15 минут, поэтому иной раз просто не успеваешь спокойно и нормально поесть. Потому что нужно за это время закрыть кабинет, пойти в столовку, заказать еду, поесть и потом добежать обратно. Короче, на все про все 15 минут. Вот, поэтому дома можно спокойненько поесть. Тут у меня получается индейка тушеная с овощами, с балагарским перчиком. И на гарнир у меня рис с овощами. Всем приветик, давно уже ничего не записывала. Работала я сегодня до 16, и у меня уже лицо все так блестит, надо было припудриться. Вообще, сейчас я пойду в душ. Последнее время вообще забываю просто напрочь про съемки, потому что очень много дел. Сейчас июнь месяц, точнее уже середина месяца, но по работе очень много дел. Плюс сейчас проходят всякие разные дивзачеты. Нужно делать программы, нужно доделывать всякие разные электронные уроки. Короче, некогда даже снимать. Уже жду не дождусь, когда же наступит отпуск. Наконец-таки уже все хочется отдохнуть, хочется забыть про этот учебный год. Но я сегодня после работы все-таки наконец-таки взяла себя в руки и решила съездить на Волковскую. Там есть такой небольшой торговый центр, называется Дисконт. И там есть два магазина. В общем, первый магазин это Зола Дисконт, а второй магазин это Остин Дисконт. Я на самом деле совершенно недавно открыла для себя эти магазины. Там продают многие товары именно с хорошими скидками. Но большинство товаров идут именно маленького размера. Ну как бы мне это в плюс, потому что у меня размер XS и много товаров именно этого размера. Поэтому мне всегда есть что-то найти, но тем не менее есть также и многие другие вещи, которые идут по скидкам. Это может быть какие-то старые коллекции. Многие новые товары я вижу в этом магазине. Я заходила в Золу, но ничего не снимала, потому что у меня просто села практически зарядка. И в Золе я уже накупила кучу всякого разного. Я уже полностью знаю весь ассортимент магазина, поэтому скупила все, что мне там нравилось. Поэтому сегодня как-то ничего я и не купила. Остин я зашла и купила там четыре позиции. Сейчас вам покажу, в какую цену. Периодически я буду туда ходить. И к вопросу про зарядку от айфона. У меня опять сломался вот этот проводок USB Type-C. И ломается он у меня уже второй раз. Впрочем, вот видите, вот эта вот железная пимпочка просто откололась. Она стала расшатываться со временем. Блин, ну просто жалко. Не хочется опять тратить деньги на этот провод, потому что не скажу, что он стоит прямо бюджетно. Но придется покупать шнур третий раз. Не знаю, хотя я аккуратно обращаюсь. То есть блок получается вот этот остается. Шнурок нужно будет покупать. Вот такой получается пакетик у меня из магазина Остин. Давайте скорее смотреть, что я купила. Значит, первое, что я купила, это было платье. Тут не смотрите, у меня там лежат заказы из интернет-магазина Wildberries. Я все думаю снять, наверное, отдельное видео, потому что у меня тут есть кое-какая одежда, другие товары, книги. Я думаю, что нужно уже наконец-таки снимать отдельные видео, а не вставлять кусочки во влог. Так вот, первое, что я взяла, это было вот такое вот платье. Оно было в двух расцветках. Было зеленое и вот такое красивое насыщенного синего цвета. В основном висели размеры S и XS. Мой размер это XS. Но в XS я вообще просто не влезла. Поэтому я взяла размер S. И он мне прям вот в самый раз. К сожалению, размера M не было. Хотя я бы и померила. Возможно, размер M был бы мне большеват именно в талии. Вот здесь. Ну вот S как раз-таки мне вот прям в самый раз. Я уже была знакома с этим платьем. По-моему, я его в прошлом году летом на юге мерила. Но почему-то не купила. Не знаю почему. Тут как раз-таки я увидела это платье по скидке. Собственно, я его и взяла. Посмотрите, какое оно красивое. Оно получается такое обтягивающее. И, конечно же, фишкой этого платья являются вот такие вот боковинки. Здесь идут две такие резиночки и вот такие вот открытые края. На ряду, мне кажется, это просто самый идеальный вариант. И давайте посмотрим по цене. Изначально вот такая цена. И купила я его за 600 рублей. Да. Состав, конечно, полиэстер. Летом будет, конечно, жарковато. Но ничего. В общем, думаю, что иногда все-таки можно носить такое платье. Думаю, буду чаще надевать его где-нибудь на море. Если, конечно же, мне удастся поехать. Цвет нереально красивый. Зеленый цвет так не смотрится. Именно вот как синий. А далее вот такая вот идет футболка. Такая стандартная. Немножечко такая укороченная. Но на мне она сидит просто вот идеально. Как надо. Я не люблю футболки оверсайз. Я вот люблю что-то такое именно приталенное. Которое будет красиво смотреться на фигуре. А не будет делать из меня какой-то картофельный мешок. Поэтому я обратила внимание на эту футболку. Она такого красивого, нежно-лавандового цвета. И у меня прошлым летом была точно такая же футболка, только белая. Как раз-таки я ее очень часто носила прошлым летом. И вот теперь у меня будет еще вот такая вот лавандовая. Очень красивая. Тут такие вот идут стразинки. Эту футболку я взяла в размере XS. И у нее была вот такая вот классная цена. Всего лишь 300 рублей. Тоже возьму ее с собой в отпуск. И буду с удовольствием носить летом. Последнее, что я приобрела, это были сланцы. Мне нужны были сланцы как раз-таки на лето. Потому как, если мы поедем тоже там в бассейн, на какие-нибудь источники, нам нужны будут с собой сланцы. Потому что там обычно выдают какие-то одноразовые гигантские тапки 45-го размера. Ужасно неудобные, которые постоянно спадают с ног. Поэтому вот нужны были обычные такие сланцы. И вот я выбрала вот такие. Давайте сразу покажу вам цену. Цена вообще более чем привлекательная. 199 рублей. Сейчас, правда, очень сложно найти сланцы за такую цену. Если их и найти, то они будут какие-то такие вот ужасного качества. В фикс-прайсе даже такой цены нет на сланце. А тут такая вот классная шикарная цена. Поэтому я решила взять. Размер 38-39. Вот столько стоили. И 199 рублей. В общем, я выбрала вот такие вот красивого ярко-оранжевого цвета с ананасиками. Вот такие вот шлепки. Здесь, кстати, нужно будет просто протереть. Какая-то тут потертость. В общем, она оттирается. Вот такие вот классные. Остинокские шлепки. Вот, очень здорово. И выбрала также вот такие шлепки. Они были единственные. Хотя очень странно. Размер тоже 38-39. Обычно это ходовой размер. Тоже вот такая цена. 1300 и 199. Скидка 84%. Это вообще просто супер. Я очень довольна. Они, смотрите, такие прям красивые. Чуть-чуть даже на платформе. Тут такая вот у них резинка тканевая. Очень тоже круто они. И классно смотрятся. Очень классный магазин. Кто из Питера, советую вам его посетить. В этот день мы решили посетить знаменитый ледокол Красин, который располагается на Василии Островской в Санкт-Петербурге. Билет на одного взрослого стоит 300 рублей. Вначале мы хотели самостоятельно рассмотреть этот ледокол, но потом решили все-таки взять экскурсию, так как с экскурсией гораздо интереснее. Ледокол Красин – это судно с вековой историей, которое известно своими спасательными и исследовательскими операциями в холодных водах Арктики. Ледокол был построен для Российской империи. Он сумел пережить Советский Союз и превратиться в один из самых необычных музеев-памятников в современной России. 3 августа 1916 года был спущен на воду самый мощный на тот момент ледокол в мире. Первое название судна, которое зачислили в военно-морской флот Российской империи, было «Светогор». Такое название вполне подходило ледоколу, ведь, подобно древнерусскому богатырю, он удивлял своими размерами. Его длина составляет 98 метров. В 1918 году во время Гражданской войны ледокол оказался в руках английских интервентов. В 1920 году «Светогор» совершил свой первый подвиг. Экипаж ледокола спас более 80 человек, которые оказались на борту парохода, потерпевшего крушение в Карском море. В 1921 году ледокол вернулся на свою родину. Во многом это случилось благодаря эффективным действиям министра внешней торговли Леонида Борисовича Красина. А в 1927 году, после его смерти, ледокол переименовали в честь Красина, тем самым увековечив заслуги политика. Общемировую известность Красину пришла в 1928 году, когда снова потребовалась его помощь для спасения людей во льдах Арктики. В этот раз ледокол спас членов экспедиции итальянского исследователя, летевших через Северный полюс на Дирижабле, разбившемся на пути из Аляски. После этого ледокол использовался для изучения севера. На нем совершались карские морские экспедиции. Во время Великой Отечественной войны Красин сопровождал судовые караваны из рек Явика в Мурманск, которые не справились бы с арктическими льдами без мощного ледокола. В послевоенное время Красин служил во имя науки. Он состоял на службе Министерства геологии в качестве научно-исследовательского судна. Ну а в 1980 году ледокол отправился на свою вечную стоянку в Ленинград. В 1995 году знаменитое судно переквалифицировалось в корабль-музей, который функционирует по настоящее время. Нас очень впечатлил этот ледокол, отличный музей, но, конечно же, лучше туда идти с экскурсией. Она проходит каждый час. На экскурсии вы узнаете об истории ледокола, об особенности его строения. Нам показали приборы навигации, эхолокацию, связь и всякие технические штучки. После экскурсии вы можете также свободно пройтись по ледоколу, походить по палубе, пофотографироваться. Время здесь не ограничено. Очень удивило и поразило, что ледокол Красин до сих пор числится на флоте, хоть он и является музеем. Все его системы электричества, водоснабжения, машинные отсеки – все находится в рабочем состоянии. И у ледокола даже есть свой капитан и небольшая команда. Сегодня прям шикарная погода, где-то плюс 24. В общем, мы наконец-таки попали на ледокол. Это ледокол Красин. Сначала мы решили взять обычный входной билет, он стоит 300 рублей на взрослого, но потом решили взять еще экскурсию, и получается еще плюс 300 рублей. Вот с экскурсией, конечно, гораздо интереснее. Можно узнать историю данного ледокола, узнали много интересных фактов о нем. Прям не хочется отсюда уходить, хочется гулять по этой палубе, наслаждаться прекрасным видом. Посетили мы этот прекрасный ледокол Красин. Вот он сзади меня. Отличная экскурсия. Еще погуляем. Мы сейчас находимся на Василии Островской. И вообще мы тут уже, наверное, пятый раз. Мы хотели сначала попасть на три ледокола, которые проходили в начале июня, но там были огромные очереди, мы так и не попали. Поэтому очень рады, что наконец-таки получилось хотя бы попасть на этот ледокол. В него вроде бы можно попасть вообще круглогодично. Насчет зимы не знаю, но он стоит здесь все время. Прям так хорошо солнышко припекает. Сегодня воскресенье, уже совсем скоро у меня отпуск, но количество уроков не сокращается совершенно. Вот завтра у меня, например, восемь уроков. Вообще никогда такого не было, чтобы я в середине июня работала по полной. У нас обычно в июне уже была такая лафа, может быть, два-три урока, и то не каждый день. Но в этом году это просто не заканчивается. Причем так получается, что я помимо своих уроков веду еще уроки за других преподавателей. Я не знаю, когда я закончу. Мне кажется, я вообще даже в июле буду работать, хотя у меня с первого июля уже официальный отпуск. Планов у меня еще снять видео про покупки, про пустые баночки. Но опять же не знаю, успею ли я, очень, конечно, хочется. И еще видео про покупки в Альберис. Этих покупок скопилось просто немеренно, и хочется тоже вам о них рассказать. Здесь на Василии Островской, еще недалеко от музея ледокола Красин, вот такой вот музей. Там я даже вижу, стоит дырка людей. Это получается подводная лодка. Здесь должны быть на музее открыть. Было бы здорово и сюда попасть. Такая она длинная, огромная. Думаю, как-нибудь мы сходим обязательно. Единственное, я не знаю, как там внутри обстоят дела. Мне кажется, там очень душно. Конечно же, кондиционера здесь никакого нет. Мне кажется, летом будет жарковато, конечно.